Всех приветствую себя на канале, с вами я Андрей Шутов и вы находитесь на канале для пострадавших от психотеррора, от такого явления, когда человека берут от пытки психотроники и проводят на нем медицинские, военные какие-то эксперименты и так далее. Вот, чаще жизнь такого человека это сущий ад, постоянные пытки боли и изменения состояния психологического человека, а на физическом теле, то есть психотронное оружие это страшное оружие, которое внедряется и в психику человека и в организм человека, электромагнитным излучением и излучением. которое поступает через внедренные чипы в тело человека, то есть человек начипирован до такой степени, что его руками можно шевелить, его ногами можно шевелить, его мозгами можно думать, его глазами можно видеть, его ушами можно слышать. И можно даже показывать ему прямо в мозг какие-то кинофильмы, да, страшные там, да, чертей из ада, допустим. Это мы называем в обыденности просто в обычной жизни галлюцинации. Но при психотерроре это все делается в виртуальной такой небольшой реальности с помощью микрочипов и инновационных технологий, которые имеют спецслужбы. Есть такая пытка, о которой сейчас пойдет речь, это изменение состояния человека. Именно его изменение как, не только как психологического, но изменение вообще психотипа, когда его состояние поведения меняется. Такие состояния накладываются на человека слепком, на тело человека, как маска. Вот представляете, вы идете, вы в теле человека, да, в своем собственном теле, но на вас надевается такая вот фантом такой вот, да, чужого человека. Допустим, это убийца. Убийца, психопат. И вы резко становитесь агрессивным убийцей, психопатом. Вы думаете, это смешно и фантазии какие-то. Или фантастика. Нет, это реальность. С помощью психотронного оружия, психоператор может спокойно на вас наложить этот слепок. И вы станете вполне агрессивным узурпатором, который готов будет убить кого угодно. Спокойно, в течение 10-27 минут вы поменяетесь полностью, кардинально. Ваш психотип и ваше состояние, результат будет на лице. Просто у вас даже поменяется физиогномика лица. И вы примите черты лица убийцы. Вы представляете, на что способно это оружие? Это страшно просто. И сейчас взрослые люди, кому есть 18 лет, с крепкими нервами, посмотрите несколько видео, которых я вам покажу. Вот в состоянии агрессии, когда вы находитесь, психоператор пытается вас довести до страшного поступка. И если вы этот поступок совершите именно на почве того импульса, который навел на вас псиоператор, когда вы вышли из себя, то это для вас закончится полностью фатально в процессе вашей жизни, как в каком-то переломном моменте. Фатально почему? Потому что вы потеряете свою свободу и вы будете ограничены не только в своих способностях физических, способностях жизнедеятельности вашего тела, ваших органов и не сможете жить от боли. Но также вы лишитесь свободы. Сейчас я запечатлю вам несколько моментов, которые засняты видеокамерой, допустим, в некоторых местах, где происходили такие случаи с людьми. Это не обязательно жертва психотеррора. Но такие явления происходят часто в народе. Это когда высокий импульс агрессии переходит в непоправимые ошибки человека. Когда он наносит страшные увещи другому человеку. Это страшно. Почему часто святые люди говорят, смиряйся, смиряйся, то есть не доводи себя до греха. Уберите от экранов своих детей и слабонервные, пожалуйста, тоже не смотрите. Сильно восприимчивые тоже отойдите от экранов. Видео 18+. Смотрим, что же произошло в такого рода вот случае. То есть это бензозаправка, да, обычный магазин. А вот идет девушка, вот в магазин. Вот. У нее в руках есть подручное средство уже. Как вы видите, непростое. И она, видимо, с кем-то поконфликтовала. Она пришла с этим средством. Серьезно. И хочет решить такого рода вот проблему, да. Из-за конфликта, да, из-за какого-то. Или она просто пришла вот только что. И она захотела вот решить сейчас данную ситуацию с помощью этого средства подручного. А фонтан агрессии, я не знаю, был ли он или это человек-психопат. Ну вот, конфликт уже завязался, да, вы видите. Пошел какой-то разговор с парнем. Что-то они не поделили. Он смотрит на нее с косяка, что-то ей показывает пальцем. Вот. Все это выглядит как бы так, может быть, и несерьезно, да. Он думает, ха, какая-то девчонка с топором, все. Но смотрите, что сейчас будет. Это просто страшно, это жесть. Он посмотрел на топор, потрогал, полегал его. И смотрите, за секунду, сейчас, как она поменяется в поведении. Вот это вот именно тот импульс, который доводит до греха. Ни в коем случае не доведите себя до греха. Смотрите. Все. Это тюрьма. Это ад. Все. Испорчена жизнь. Жизнь уничтожена. Жизнь уничтожена. Благо топор, как я вижу, был тупой. Просто. Какой-то рубанок такой. Но она рубанула ему так в лицо, что если бы был топор острый, да. Острый. Человек бы моментально бы развалился, голова развалилась бы на куски. Просто-напросто. На две части. Второй случай. Демонстрирую вам. Житель Клина устроил в супермаркете жестокую расправу со знакомым, разбив о его голову две бутылки. Кровавая сцена разыгралась утром в магазине на улице Чаковского, куда 37-летний мужчина заглянул после ночной смены. В винном отделе он заметил знакомого, который украл у него музыкальную колонку, и немедля переключился в режим Мстителя. Пострадавший отделался легкими травмами. Уголовные ответственности привлекались? Привлекался. За какую статью и когда? Не помню статью. Ну за что? За хулиганство, за превышение самообороны. За что сотрудниками полиции беззадержанной когда? За то, что разбил бутылку. Человек, который у меня похитил колонку. Где это произошло? В магазине. Подозреваемого задержали. Свой поступок он объяснил тем, что оппонент незадолго до стычки украл у него переносную музыкальную колонку. Теперь хулигану грозит до 7 лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. Вы поняли? Он встретил просто человека. Давайте просуждаем так. Допустим, все гады эти зашли к вам в квартиру и украли у вас что-то дома. Вы встретили этого соседа и нанесли ему бутылкой два удара по голове. То же самое, что он сделал. Сейчас ему светит до 7 лет лишения свободы. Допустим, ему дадут 5. Скажите, USB колонка переносная стоит этого или нет? То есть, все мы находимся в такой ситуации, когда нам меняют химический состав в организме с помощью психотронного оружия. И у нас накипает, бывает порой, порывы ненависти вскипает внутри. Но это же надо как-то контролировать себя. Вот почему этот человек довел себя до греха из-за того, что этот парень украл у него колонку? Разве это стоит 5 лет, годов лишения свободы? Да за 5 лет он 500 колонок себе купит. Заработает столько денег. А там что он получит? Это все. То есть, человек дошел до агрессии, получается, и выплеснул ту всю злость, которую хранил в себе. Именно в тот момент. Но судить я его не буду. Может быть, это тоже влияние психотроники. Я не знаю. Сейчас мы все под спецслужбами, то есть, ходим. То есть, ищут только, да, дьявол ищет только ниточку, когда он дернет за нее, да, чтобы мы попались в эту яму, да, и совершили глубочайшее преступление против себя и против своей души и так далее. То есть, вот такие вот нелепые поступки, это не доведи Господь до такого, приводят к такому вот итогу, когда человек может лишиться просто жизни. Жизни, естественно, не телесной, да, первой смертью он не умрет, естественно, но лишиться жизни той, которая нам дана в этом теле, как бы, тут, на свободе. Лишиться не только свободы, но и будет исковеркана уже вся жизнь. После тюрьмы, кому, кто, кому надо уже. То есть, если вы простой обычный человек, да, кому вы надо уже выйти после тюрьмы, где вы будете искать, что, работу. У жертв психотеррора понятно, ничего нет. И за плечами прожитое время, да, ничего не остается. Но все же, зачем ради вот, ради какого-то, ради пустоты променивать свою жизнь? Я хочу предупредить всех, что контролируйте свои эмоции и поступки. Потому что это, ну, при психотерроре это очень, то есть, облучение очень пагубно влияет в данных ситуациях. И если вы находитесь в таком состоянии, лучше уйдите с этого места, там, или вы видите какого-то человека, да, который вам неприятен, там, и вас злят все операторы. Не доводите себя до греха, потому что этот поступок может оказаться страшным действием против вас, и вы исковеркаете свою жизнь. Вас либо заберут в психушку, либо посадят на нары, как говорится, и вы будете еще больше страдать там. То есть, из-за такой пустоты, то есть, да, вот из-за колонки и сесть на 5 лет, или на 7 лет. Взять топор, из-за какой-то ссоры долбануть человеку в голову. Это просто немыслимо. Я хочу предупредить всех, чтобы те люди, которых все операторы доводят до такого состояния, сдерживали себя и не соделали таких вот поступков, поступков, на которых я показал вам только что примеры. Потому что, если вы совершите это, это будет уже, наверное, последним поступком, который вы совершите на свободе. Вот так вот. Будьте бдительны. Спасибо, что вы меня послушали. С вами был я, Андрей Шутов. До связи. С вами был я, Андрей Шутов.